Греческое и еврейское мировоззрение Итак, вначале греческое мировоззрение Западная цивилизация происходит от греческой И в ней ясно отражается подобная расчлененность Наша жизнь в семье, в церкви, в школе и на отдыхе различна и не взаимосвязана То есть там в учебнике приведены такие, как Жизнь наша сравнивается с такими пунктами, которые никак не связаны между собой И никак не взаимосвязаны между собой и с другими, никак Евангелист Лука пишет в Деянии 17 главе, 21 стихе написано Что философы, как и многие афиняне, ни в чем охотнее не проводили время Как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое Здесь не говорится, что эти идеи как-то влияли на их образ жизни Семейные отношения, отношения с другими Для них жизнь была разделена на разные области Отдельно было место для философии, отдельно для религии, дома, работы и отдыха То есть можно сказать, что то, во что они верили Их вся философия и мудрствование, это были просто идеи Но никаким образом они не влияли на их повседневную жизнь На их отношения и вообще Что касается... Да, и там очень в этой главе очень много примеров различных приводится Когда человек в церкви говорит одно, а дома живет по-другому Когда дома в церкви говорит и слушает, что мы должны любить ближних А дома кричит на жену Или еще какие-то такие примеры очень интересные приводятся Когда жизнь церковная, это своя жизнь Жизнь в семье, это своя жизнь И человек просто меняет роли, как в театре Меняет роли, играет свою роль в каждом месте На отдыхе он другой, на учебе он третий И в этом заключается греческое мировоззрение Что касается еврейского мировоззрения, такого театричного В центре стоит Бог Иисус подчеркивает важность практики праведной жизни И так всякого, кто слушает слова Моисей И исполняет их, уподоблю мужу благоразумному Который построил дом свой на камне Еврейское, библейское, христианское мировоззрение Это покорность Господу Который желает нам только самого лучшего Еврейское мировоззрение создает основу На которой составляющие нашей жизни Могут гармонично сосуществовать Объединившись вокруг общего центра личности Управляемой Господом То есть там представлено, значит, такое В виде круга, в центре Бог А все наши жизненные аспекты Работа, отдых, учеба Семья, все как бы в нем находятся И получается, если я говорю То получается и мне жить так надо И в разных местах, которые я посещаю Вот В чем же смысл? Роль перехода от греческой к еврейскому мировоззрению Роль христианского обучения Помочь учащимся, преодолев греческое мировоззрение Привести к библейскому образу жизни Педагогическая психология не может ничем помочь нашей вере Но может сформировать наш подход К преподаванию и к обучению И теперь подумаем над этим Итак, хочу еще раз подчеркнуть Почему вот так вот получилось Что греческое мировоззрение Стало очень сильно на европейской части На западе и в России в большей части Потому что мы тоже восточная весть Ветв греческого наследия Греки для того, чтобы понять вещь Стали ее разделять Классифицировать Они устали от общего восприятия Которое было в начале Они стали стараться понимать Поэтому мы и тоже с вами Когда вот видим какие-то научные вещи Мы видим, что они раскладывают все по полочкам Как лучше понять машину? Или смотреть со стороны Какие у нее изгибы Какие у нее там бамперы, молдеры и так далее Как она движется Как она поворачивает и так далее Или загнать ее в гараж Разобрать ее Понять как она работает И собрать Две разных модели Греческая и восточная Восточная, еврейская в том числе Одна старается разобрать по частям Чтобы понять И вот многие из вещей, которые мы с вами изучаем Именно вот этот подход использован Разобрать по кусочкам Классифицировать Вот по этим возрастам По этим характеристикам И понять в деталях, как она работает Или воспринимать в целом Русский мужик часто под восточным влиянием Он в целом воспринимает И лежа на печи Он мыслит о таких цельных категориях У него все связано У западного не так Как вы думаете, почему западная Почему именно греческая модель Получила большее развитие? Кто выбил в технологическом прогрессе? Когда главная роль Кто окажется сильней, мощней И победит других у того, кого лучше технология А чтобы понять технологию Надо ее разобрать Поэтому преимущество получила им вот эта Именно вот эта модель Представьте себе еще другую картинку Прекрасная долина Где-нибудь там В Китае Или в Корее Или в Японии Спускаются С гор такие лианы Красивые деревья, цветущие Тут водопад И по этой долине С цветочка на цветочек Летит бабочка Как понимает это Чтобы это понять Как понимает восточный человек Он понимает все вместе Он понимает полет бабочки Понимает красоту И этот туман, который падает от того Поднимается от того места, где падает водопад И этот шум, и эти запахи и так далее Он видит гармонию И хочет стать частью этой гармонии Как понимает человек Человек с греческим мышлением Дихотомическим Он ловит бабочку И чтобы понять, как она работает Он ее рассекает И он знает, как у нее работает Пищеварительная система Как работает нервная система Как работает двигательная система Почему она может лететь Но эта бабочка мертвая Какой точке зрения мы должны придерживаться Конечно же В духовном восприятии Нужно придерживаться Я думаю, цельного восприятия Связи И того, что дома И того, что на работе И того, что в нашей жизни Но для того, чтобы понимать этот мир Нам нужно понимать и в общем И в частном Поэтому этим мы с вами занимаемся Понимаем и то И другое И Но в духовном мире, конечно же Мы не можем сказать Вот здесь вот Это церковь А здесь вот работа На работе я одно Буду делать Церковь я другое А на развлечениях Там Ресторан Совсем третий Так не получится Мы цельные существа Мы состоим из духа, души и тела Или духа и души и тела В зависимости от той точки зрения, которой вы придерживаетесь И все это вместе взаимосвязано Рассматривается вместе И мы одни и те же бываем И здесь, и здесь, и здесь И Что еще влияет на наше восприятие Модернистский век Он разложил все по полочкам И он для того, чтобы понять этот мир Все разложил в каждую коробочку Поэтому он сказал Вот здесь наука А вот здесь религия Вот, давайте не спорить Не ссориться Мы занимаемся наукой Вы занимаетесь своей религией Мы к вам не лезем Вы к нам не лезьте Засунули религию в коробочку отдельную Ребята Как только что Вот такие люди с таким научным восприятием О, это религия Давайте не будем этим заниматься Это религиозный метод Это познание И в течение многих веков Модернистского века Не многих, нескольких Именно мы сидели в этой коробочке Что мы начинали делать? Мы начинали порой для того, чтобы общаться с наукой Из религии делать науку И старались представить наше христианство В научных формах Так, чтобы было логически, стройно, выстроено И понятно, чтобы они могли слышать Иногда это срабатывало Иногда нет Иногда наши уроки очень похожи На такие вот научные формы Но сейчас, слава Богу, пришел век постмодернизма Внес много хаоса в восприятие людей Но постмодернизм сделал одну хорошую вещь Он сказал, что все, ребята, это вместе И все есть И есть очевидное, невероятное И есть то, что наука, она не Бог Теперь уже, она только часть мира Есть то, что она не может поднять Не может объяснить здесь, здесь и здесь Поэтому есть место и религии Поэтому научное познание Это не только то, что мы описали здесь Но есть и научное познание, которое вот религия ваша говорит И познание сердцем, душой И это тоже часть познания мира Единственное, что они говорят Ребята, давайте мы будем жить в нашем сообществе А вы в вашем сообществе Вот, и нам будет хорошо с нашими Вам с вашими И не трогайте нас С другой стороны, когда вот это сообщество приглашает вот этих Рассказывал редактор братского вестника В начале 90-х годов, перестройка Когда его пригласили в дом ученых И там были именитые ученые, светила, мировые светила И он думал, а что же я могу как христианин сказать? Он боялся, он мне сам рассказывал Что я могу сказать? Они такие, у них такой научный язык А у нас другой язык И он пришел и робко стал говорить Простейшие евангельские истины Его слышали с огромнейшим вниманием Эти светила ученые Потому что они знали вот это А вот это для них была совершенно новая область Это для них были очень ценные новые открытия из духовного мира Сейчас при постмодернизме Он в 90-х годах у нас уже пошел Они были готовы воспринять и это Как область знания, которая ранее была неизвестна Они стали понимать, что это тоже имеет место быть Поэтому, когда мы идем по этому миру Несите простые евангельские истины Для нас они простые Для кого-то это глубочайшие духовные откровения Которые важнее квантовых теорий Потому что они касаются их жизни Жизни не только здесь, но и в будущем Касаются смысла и цели бытия И мы имеем место быть Образовательный ресурс Видеосеминарии ТВС Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Как же должна быть построена наша жизнь? Вот так? Или как-то по-другому? В свете того, что было сказано Как должно построено наше обучение Когда мы учим людей в воскресной школе Или где бы то ни было Тоже просто То, о чем мы всегда говорим Христос должен быть в центре нашей жизни Сидеть на троне И уже Он должен влиять И на жизнь И на работу И на принимаемые решения И на семью И на развлечения Освещать все Тогда это будет цельная модель Чем еще отличается греческое мировоззрение от еврейского? В еврейском мировоззрении грех Это не чистота А святость Это то, что очищено и посвящено Конечно И поэтому Самая главная задача была Устранить нечистоту И чтобы была святость И чтобы можно было общаться с Богом И в греческом мировоззрении Грех – это амартия Это не попадание в цель Вот стрельнул из лука Не попал в цель Ну, согрешил амартия Не достиг своей цели Наше общение с Богом Что больше? Достижение цели нашей Или стремление к чистоте и общение с Богом Я бы сказал, есть и то и другое Но все-таки лучше, чтобы эта цель была не наша А цель Христова И тогда у нас самое главное Воссоздается Христос ставится в центр И мы имеем общение с Ним во Святом Духе Вместе Взаимоотношения важнее всего А греческая модель Не подчеркивает взаимоотношений Она говорит о духовном мире Она говорит о материальном мире Это все очень интересно Это все отвлеченные идеи Которые не касаются нашей жизни А для нашей жизни В процессе нашего обучения Не знание просто О чем-то О Библии Или там перечисление всех этих книг Библии Сколько страниц Сколько глав Это тоже хорошо Но самое главное Построение взаимоотношений Где-то в начале 90-х годов Был интересный автор Который служителям Церкви Ивановским Рассказывал Что Бог и Троица Характеризуются Не вот этими понятиями На углах А вот этими понятиями Понятиями взаимоотношений Любовь Соподчинение Сослужение И мы Бога понимаем Потому как в Троице Идет взаимоотношение Троицы Вот здесь Я раньше думал Что надо понять Что такое Отец Что такое Сын Что такое Дух Святой Какие они Ученые до сих пор Не знают Что такое электричество Ни один ученый Но они знают Как оно действует Как работает лампочка Как работает батарейка Как работает компьютер Как работает микрофон Там двигаются электроны Почему они все Не собрались в одной стороне Столько они двигаются И так все-таки Они не сбились Они туда Не понимаются Часто До сих пор Полностью Что такое электричество Но как оно работает Понимается Мы до конца Не можем понять Сущности вот этих Угловых понятий Но мы можем Знать взаимоотношения И строить свою жизнь Тоже на взаимоотношении И он сказал Что вот этот Триединый Бог Проявляет себя Во взаимоотношении И это определяет то Что он захотел создать Еще и человека И человек Открытая система Он создал его Потому что он хочет Его любить И он создал его таким Чтобы он тоже Его любил И мы счастливы Когда мы любим Бога Когда мы Замыкаемся Себе Отказываемся От связи с Богом И начинаем любить Сами себя Тем или другим способом Мы просто перевариваем Сами себя Сжигаем Сами себя Одна из целей И задачей Христианского образования Чтобы человек Раскрылся К Богу Понял Любовь Бога Принял Принял его любовь И отразил Эту любовь К Богу Как это мы будем делать Это мы будем уже дальше Разбирать На наших занятиях Не просто знания О том Или о том Или о том А рассказывайте О Боге Во взаимоотношении Между ним Внутри Троицы И Его взаимоотношении К нам Тогда люди будут Детки будут понимать Что это такое И взрослые То же самое Детки будут понимать Детки будут понимать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»